Добрый день, меня зовут Мария Пасканалис, я руководитель отдела юридических исследований Digital Partners, это организация гражданского общества. Спасибо, я сейчас с большим удовольствием. Сегодня выступлю модератором темы, посвященной искусственному интеллекту. Мы ее заглавили как искусственный интеллект, к которому мы стремимся. И сегодня у нас присутствуют замечательные эксперты. Позвольте представить их. И затем мы поговорим о том, как мы будем проводить эту дискуссию. Итак, сегодня перед нами здесь присутствует госпожа Ариса Эмма, доцент университета Токио и исследователь по вопросам интеллекта. Клара Непет, руководитель Центра технологий из Вены, затем Джеймс Харсон, руководитель отдела партнерства из организации OpenAI, затем СЭЦ-Центр. Специальный посланник по критически важным и новым технологиям Госдепартамента США. То есть он помогает разрабатывать стратегические рамки в этой области, в области искусственного интеллекта. И он участвовал в подготовке окончательного доклада комиссии по делам искусственного интеллекта. Затем Табикелли Матимбе, адвокат-правозащитник из Зимбабве. Он представляет организацию «Парадигма и инициатива». Итак, сегодня в рамках данной сессии предполагаются ответы на вопросы, касающиеся искусственного интеллекта. И сначала в рамках первой секции мы дадим возможность каждому из участников выступить в течение пяти минут. И затем 10 минут будет дано на вопросы, комментарии из зала или онлайн. Просьба выходить к микрофонам здесь, перед сценой. И те, кто к нам подключился онлайн, пожалуйста, изъявите свое желание задать вопрос. И к вам подключится наш онлайн-модератор и задаст ваш вопрос участникам дискуссии. Сейчас предлагаю сначала обрисовать тему сегодняшнего диалога, сегодняшнего разговора. Сначала подчеркну пару моментов, которые для меня наиболее актуальны. Во-первых, и здесь я хочу дать вам сразу пищу для размышления, задать тон. Во-первых, давайте задумаемся о том, как в последнее время мы много слышим об искусственном интеллекте буквально каждый день. То есть даже те, кто и не знал, что это такое, что такое ИИ, искусственный интеллект, сейчас вдруг все хотят знать об этом больше и каким образом эта технология работает. И как мы можем обеспечить то, чтобы она работала во благо людей и помогала нашей дневной жизни для всех по всему миру. И здесь это отражает и реальность и запросы людей, а также то давление, которое оказывается на государства и на технологические компании в том, что касается нахождения каких-то рамок для управления и контроля, с тем, чтобы искусственный интеллект использовался только во благо человека. И для того, чтобы максимально задействовать искусственный интеллект в позитивном среде, важно установить этические фундаментальные принципы разработки инструментов искусственного интеллекта. И здесь также важно, чтобы наша дискуссия опиралась на вопросы защиты прав человека, международные рамочные принципы защиты прав человека. Это должно лежать во главе угла во всех любых дискуссиях, которые касаются, скажем, технических стандартов и так далее. То есть вопросы соблюдения прав человека, этические вопросы тоже. Вот таким образом я обрисовала тему сегодняшней дискуссии. То есть частично мы будем затрагивать вопросы правозащитного характера. Если мы разработали пять принципов и мыслей, то здесь, во-первых, любая дискуссия по искусственному интеллекту должна также затрагивать вопросы международного гуманитарного права. Второе. Подход, основанный на оценке рисков, в том, что касается разработки и использования искусственного интеллекта. Что здесь имеется в виду? Вот как раз это мы тоже будем обсуждать. Затем продвижение открытого и инклюзивного использования технологий искусственного интеллекта. Здесь мы призываем вас задуматься о том, как мы можем обеспечить прозрачность при разработке, проектировании и использовании искусственного интеллекта. И нам хотелось бы услышать от всех участников экспертной дискуссии их мысли по данным вопросам. Сначала давайте зададим нашим уважаемым участникам вопросы, предложенные организаторам. Во-первых, в первом раунде дискуссии нас попросили обсудить то, как глобальные процессы связаны и на местном и на международном уровне, как искусственный интеллект должен, каким образом должны определяться нормативно-правовые рамки, которым подчиняются все, что связано с искусственным интеллектом. Каким образом мы можем перейти от обсуждения этических вопросов и технических проблем по отдельности к общему подходу при оценке искусственного интеллекта во всех его аспектах? Эмма, Риса Эмма, большое спасибо за этот вопрос, это очень важный вопрос, действительно так. Каким образом мы можем учитывать эти вопросы не только при разработке, но и использовании искусственного интеллекта? Например, у нас в Японии привычным уже стало использование моделей искусственного интеллекта из США, а использовать их здесь, на японских серверах. И иногда использователи даже не знают, кто является создателем этой модели, то есть кто стоит в самом начале этой цепочки. Поэтому в этом смысле важно, чтобы работал какой-то прозрачный механизм, чтобы можно было просмотреть весь цикл жизни продукта с искусственным интеллектом, то есть с тем, чтобы иметься в виду, что здесь рамочная функциональная совместимость, она, кстати, указана в коммунике группы 20, вернее, группы 7 2020 года. В чем, например, разница между техническими стандартами? И здесь, как я это понимаю, дело в том, что каждая страна или каждая организация, как правило, имеет свои меры политики, свои стандарты, оценки систем искусственного интеллекта, а также оценки риска и потенциального воздействия. И такие системы пока отличаются. В разных странах они свои. Конечно же, необходимо уважать те правила, которые существуют в отдельных странах, иначе эта глобальная дискуссия просто дальше не пойдет. И при этом в каждой стране есть свои особенности, свой контекст. Например, у нас в Японии есть руководящие принципы по использованию и также разработке продуктов искусственным интеллектом, но при этом эти руководящие принципы не имеют обязательную силу. Поэтому большинство японских компаний придерживаются принципов поддержания хорошей репутации публичной. То есть это некая самодисциплина, но это работает в Японии, а в других странах, возможно, это совсем не так. В других организациях, возможно, подход иной. Поэтому очень важно сначала посмотреть, какие рамочные принципы, скажем, управления рисками, прозрачности существуют в отдельно взятой стране или в рамках компании. И здесь важен обмен опытами конкретными, случаями. Например, когда вы говорите о оценке рисков, что вы вкладываете в это понятие, потому что даже сам подход может быть иными. Когда вы говорите о низком риске, что вы понимаете под низким риском? Например, если мы говорим о рисках, например, о оценке рисков в аэропорту или просто входа в здание, тоже разнятся здесь критерии. И даже при этом мы должны также учитывать пользователей, кто получает пользу от этого продукта и так далее. И здесь все эти абстрактные принципы, конечно, можно оформить в некие рамочные принципы и применять на практике. Да, и мне хотелось бы продолжить эту нить размышлений и задать вопрос о том технических стандартах и этических принципах, каким образом сделать искусственный интеллект более ответственным на международном уровне, каким образом технические стандарты могут соответствовать этическим принципам и стоящим пренометическим задачам. Спасибо, благодарю вас за заданный вопрос. Вы знаете, наша организация очень стара. Мы были основаны Эдисоном 140 лет тому назад. Одним из наших создателей был Эдисон, который забрёзгал электроэнергию. Он мог бы сделать это один, но он решил сделать это с другими. Он понимал, что для того, чтобы общество восприняло, необходимо управлять рисками. Риски — это безопасность. Поэтому с тех пор мы занимаемся вопросами безопасности. Но при появлении искусственного интеллекта мы понимаем, что нужно дать другое определение риску. Нужно отойти от традиционного понимания риска, который включает в себя лишь безопасность, и включить в это права человека. Как это сделать? Мы начали с подхода по принципу «снизу вверх». У нас 400 тысяч членов нашей организации. И эти вопросы начали возникать на очень раннем этапе. Например, вопрос об ошибках и так далее. Вопрос в том, как на это реагировать. Мы организовали инициативу, которая была определением проблемы и реагированием стандартам и взаимодействием с регуляторами, с регулирующими органами. Причем мы создали так называемые социально-технические стандарты. Что это такое? То есть определение общей терминологии и проектирование с опорой на ценности. На практике что это означает? Это означает, что при проектировании необходимо учитывать ценности. Да, права человека всегда важны, но можно по-разному обеспечивать их соблюдение. Каким образом сделать приоритетными те или иные ценности? Каким образом это превратить в требования к техническим системам и продемонстрировать через разработку, что мы их уважаем? Что означает общая терминология? Определение слова «прозрачность». С точки зрения разработчика это одно, с точки зрения пользователя это другое. Существуют разные уровни прозрачности. То же самое можно сказать об степени ошибок в системах. Например, в здравоохранении нужно убрать ошибки. Например, в случае реагирования на инфаркт, в зависимости от того, это инфаркт у женщины или мужчины. И в дополнение к этому мы создали систему этической сертификации и взаимодействовали в создании такой сертификации с частными государственными структурами. Очень важно, как уже упоминалось, наращивать потенциал и обучать. Нам необходима самосвязь между знаниями в технической области и знаниями в правовой области. Поэтому мы создали так называемую структуру компетенции, в которой прописаны, какими должны быть навыки того, кто проводит такую оценку. И вместе с органами, которые дают аттестацию или сертификацию, начали создавать экосистему, в рамках которой все это могло произойти. То есть это подход по принципу снизу вверх. Но в дополнение к этому должен быть еще подход по принципу сверху вниз. Именно поэтому мы работаем с Европейским Союзом, Советами Европы, СОСР и с другими. Сначала на уровне принципов, а потом на уровне применения принципов. Если говорить, например, о так называемом законе по искусственному интеллекту, мы работаем с Европейской комиссией, с комиссией Евросоюза, с тем, чтобы определить стандарты, и был подготовлен доклад. В этой связи вы сможете с ним ознакомиться. Благодарю вас, Клара. А теперь я хочу обратиться к Дэйну, которая представит точку зрения частного сектора, поделится с нами опытом, которым принакоплен, и расскажет о том, какими ценностями руководство, какие определения этих ценностей, и определение терминов, которыми вы пользуетесь. Помимо усилий правительства и технического сообщества, и технических стандартов, о которых речь уже шла, в настоящий момент что делается в частном секторе с тем, чтобы решить некоторые из этих проблем, как-то, например, ответственное управление искусственным интеллектом, как это взаимосвязано с этическими принципами защиты, прав человека и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Спасибо. Нужно сказать, что мы понимаем, что те инструменты, которые мы создаём, используются по-новому, и поэтому нам нужно учиться и у правительства, и у учёных, и у органов, которые занимаются стандартизацией, с тем, чтобы понять, каков потенциальный вред, поскольку это очень трудно предсказать заранее, и каким образом объяснять, как используются наши системы, привлекать команды так называемых красных хакеров для того, чтобы определить эти угрозы, с тем, чтобы понять, на каких языках эти инструменты плохо работают, какие определения необходимы для того, чтобы иметь хорошую основу для деятельности, с тем, чтобы на международном уровне мы могли говорить все на одном языке, используя одну и ту же терминологию, с тем, чтобы полностью правильно определять, чтобы мы имели общее понимание всех этих проблем. Частный сектор также очень серьёзно относится к вопросу о наращивании потенциала. Наращивание потенциала исследователей в правительстве, в гражданском обществе с тем, чтобы они принимали участие в тестировании и могли сказать нам, что хорошо работает, а что нет, и понимать, в каких областях, может быть, недостаточно экспертных знаний. Совершенно однозначно, например, что когда мы раскрываем информацию о новых инструментах, и нужно, чтобы мы продоставили информацию откровенно, честно, например, по так называемой галлюцинации искусственного интеллекта или водяные знаки с их использованием, каким образом можно промаркировать материал, который готовится с использованием искусственного интеллекта и так далее. И нужно признать, что в некоторых случаях мы не знаем достаточного, и что нам необходима помощь в оценке безопасности этих систем, поддержать работу в этом направлении, которые ведутся по всему миру, причем работа, вне зависимости от того, ведется она в рамках частного сектора или в правительстве, или в гражданском обществе и так далее, с тем, чтобы вся эта работа, которая проводится по всему миру, привела к конкретным действиям, направленным на повышение общей безопасности. Большое спасибо, Джеймс, доктор Сендер, который представляет правительство США. Мне бы хотелось знать следующее. В начале я говорила о давлении, которое оказывается на правительство в настоящий момент со стороны общественности, с тем, чтобы каким-то образом направить искусственный интеллект на достижение благих целей. С точки зрения правительства США, какие основные проблемы существуют в области международного управления интернетом, искусственным интеллектом, простите, и внутри страны, каким образом вы взаимодействуете с другими правительственными структурами или с частным сектором, для того, чтобы выявить эти новые угрозы и на них отреагировать. Давление – это очень интересно, как вы охарактеризовали текущую ситуацию. Верно, это не только в отношении правительства, я полагаю. Потому-то мы все находимся в этом зале, потому-то искусственный интеллект вызывает такой интерес, как я полагаю. Я думаю, что потому искусственный интеллект и пугает так. Действительно, эпоха – это трансформационная. Ну, позвольте мне процитировать Томаса Эдисона, поскольку он сегодня уже был упомянут только что. Он через 20 лет после изобретения лампочки примерно сказал следующее, когда он говорил о воздействии электричества на мир. Он сказал следующее. Электричество – это то, что заставит мир перестроиться полностью. То же самое можно сказать об искусственном интеллекте. В США нам 20 лет понадобилось для того, чтобы создать меры регулирования электроэнергии. У нас сейчас нет этих 20 лет для того, чтобы создать государственную норму регулирования искусственного интеллекта. У нас нет этих 20 лет именно из-за того, какое давление оказывается на правительство, как вы сами только что сказали. Прежде всего, я хочу поприветствовать IGF, площадку, где встречаются многие заинтересованные стороны. И это ускоряет деятельность правительства. Японию хочу отметить за проведение хиросимского процесса. Мы видим, каким образом быстрая работа может привести к результатам. И на основании этого позвольте мне сформулировать два тезиса. Первый тезис. Я считаю, что с опорой на подход с участием множества заинтересованных сторон у нас есть хорошая основа для того, чтобы разработать принципы по искусственному интеллекту. Мы можем опираться на принципы, которые были разработаны в 2019 году в ОСР и на площадке Большой двадцатки. В США у нас есть две структуры принципов, которые были разработаны с опорой на права человека и были разработаны в результате консультации. Первый – это биль о правах, и второй – рамки оценки риска по технологиям. Мы провели за полтора года 240 консультаций с разными представителями заинтересованных групп, это рамки по безопасности в отношении искусственного интеллекта. Вот основа для нас для принятия решений. И если у нас такой хороший фундамент, то о чем тогда говорить? Да мы говорим об этом потому, что ЧАД-5 создал совершенно иную картину мира для всех, если хотите, можно назвать это момент спутник, как в 50-е. И возникает вопрос, который касается безопасности, физической безопасности, операционной безопасности, и, соответственно, на эти вызовы нужно по-другому реагировать. В связи с чем возникают две проблемы. Во-первых, все наши страхи, связанные с цифровой эпохой, из-за этого резко увеличились. Во-вторых, это означает, что мы находимся на пороге новой технологии революции, и, значит, нужно действовать очень быстро. Это означает, что нам необходимо в конечном итоге, с одной стороны, действовать правительству. Сейчас мы в США называем это добровольные обязательства по безопасности и доверию. Они позволяют обеспечить подотчетность компаний, продвигать прозрачность и обеспечивать надлежащее функционирование систем. Вот архитектура принятия решений у нас в США тогда, когда необходимо действовать быстро. Спасибо. Большое спасибо, профессор Сантер. Позвольте мне задать следующий вопрос Твакили. Скажите, пожалуйста, как относятся ко всему этому страны так называемого глобального юга? Когда мы говорим об искусственном интеллекте, о системах управления глобальным искусственным интеллектом, как правило, ведется этот разговор представителями Запада, западных правительств, западных компаний и так далее. Но если говорить о социально-политическом контексте ваших стран, стран глобального юга, как вы это воспринимаете, как вы воспринимаете тенденции, которые в какой-то степени приходят из-за границы, как это влияет на отдельность регулирующих органов и как это влияет на те структуры регулирования, которые вы создаете у себя в стране. Большое спасибо за возможность принести участие в этой дискуссии. Позвольте мне действительно представить точку зрения глобального юга, африканского континента конкретнее, в том, что касается рамок регулирования. Мы нагоняем в точке линии принятия национальных стратегий по искусственному интеллекту. И нужно сказать, что, конечно, это лишь капля в море. Например, по положению, которое касается автоматического принятия решений и алгоритмов принятия решений и так далее. На этом фоне мы сейчас оказываемся в следующей ситуации. Да, мы пытаемся нагнать. Пытаемся обеспечить защиту прав человека с точки зрения искусственного интеллекта как на стадии проектирования, так и на стадии использования искусственного интеллекта. И когда речь идет о проектировании и использовании искусственного интеллекта, необходимо признать, что есть так называемые центры власти. Что я имею в виду? Ну, кто обладает технологическими знаниями, кому принадлежит искусственный интеллект с технической точки зрения? Мы знаем, что мы на юге отстаем. Поэтому так важно прислушиваться к голосам глобального юга и на международной арене обеспечивать инклюзивность. Причем я говорю не только о гражданском обществе, но и об инклюзивности с точки зрения представленности государства за столом и участия разных государств в этом диалоге. Поэтому я считаю, что IGF – это как раз прекрасная возможность провести обсуждение искусственного интеллекта с участием множества заинтересованных сторон, обсудить также другие глобальные рамки, которые могут быть сформулированы, и использовать эту возможность для проведения таких дискуссий. А если говорить о региональном уровне, то есть не о глобальном уровне, а представить региональную точку зрения, то у нас есть Африканская комиссия, которая в 2021 году сформулировала резолюцию, согласно которой государство Африки должно разрабатывать структурные законодательные регуляторные механизмы, которые обеспечивают защиту прав при использовании искусственного интеллекта, в том числе прав человека. С 2021 года, и я об этом говорила ранее, когда выступала, так вот, государства Африки отслеживают процесс принятия законов, направленных на защиту прав человека, но в то же самое время мы отмечаем на глобальном юге отсутствие доверия к искусственному интеллекту, это связано с недостаточной регуляторной основой, а также это связано с дискриминационной практикой, с практикой слежки, и поэтому это проблема, которую нужно решать на глобальном уровне. Я бы хотела еще раз подчеркнуть, что эта проблематика для нас играет большое значение, для нас имеет большое значение. Ну что ж, мы завершаем первый раунд комментариев и ответов от участников дискуссии, а теперь я хочу открыть прение. Уважаемые участники, вы можете задавать вопросы. Уважаемые коллеги, сообщите, пожалуйста, есть ли у нас вопросы удаленных участников. Да, у нас в чате очень много комментариев. Нет, я шучу. Люди пока стесняются. Нет, давайте лучше воспользуемся этой возможностью. Я предлагаю вам использовать эту возможность тем, чтобы задать вопросы, которые касаются искусственного интеллекта и управления им. Вот есть вопрос, очень интересный вопрос от 17-летнего мальчика из Бангладеша. Он задает следующий вопрос. Как сделать так, чтобы регулирование искусственного интеллекта ставило интересы ребенка во главу угла, и чтобы он был инклюзивен с тем, чтобы защищать детей от потенциальных угроз? Спасибо. Кто-нибудь из участников дискуссии хотел бы ответить на этот вопрос? Да, этот вопрос привлекает наше внимание к проблемам конкретных групп, уязвимых групп. И есть и другие уязвимые сообщества, не только дети. Каким образом можем мы обеспечить инклюзивность при принятии решений в управлении искусственным интеллектом, каким образом защитить различные группы и создать структуру управления, которая бы соответствовала нуждам всех этих разных групп. Мне кажется, что частично это можно решить на уровне регулирования, частично на уровне добровольных обязательств. Необходимо сказать, что уже принято много мер относительно присутствия онлайн, меры, которые приняты для защиты детей. Но мне кажется, что добровольные обязательства должны дополнять меры регулирования. Например, в Соединенном Королевстве есть закон о защите детей. Да, мы говорим о правах человека, но есть и права детей. Вопрос в том, каким образом закон о защите детей реализовывать в режиме онлайн, в киберпространстве. Есть требования, которые прописаны в законе, но в том, что касается практического применения, например, при проектировании необходимо учитывать возраст и нужно сформулировать конкретные рекомендации для разработчиков относительно того, что это означает на практике. То есть есть такие уже регулирующие нормы, это лишь один из примеров, но обсуждается этот вопрос также и в других странах. Хочу привести пример того, каким образом стандарты и регулирование могут взаимодействовать для того, чтобы защитить права человека или права ребенка. Другие дискутанты хотели бы отреагировать на это? Да, Джеймс, вы хотели бы сказать... Да, я хотела бы добавить к вышесказанному следующее. Следует в нашей работе опираться на исследования, которые проводились экспертами по безопасности детей. Например, Лего было проведено и другие. Есть научные организации, ученые, которые изучают паттерны в использовании интернета. Каким образом молодежь использует технологии, каков потенциальный вред, каковы ожидания, как отличается практика от того, чего мы ожидали. Например, реальность, каким образом обеспечить безопасность в использовании. Этим занимаются исследователи, этим занимаются врачи. И поэтому нам нужно не просто опираться на наше понимание взрослых, когда мы говорим о детях, когда мы говорим о пожилых людях, когда мы говорим о других уязвимых группах населения, у которых, может быть, меньше доступа к кипрослугам, то тогда нужно опираться на исследования. И эти исследователи также должны работать с самими этими сообществами. Ничего тут революционного нет в том, что я говорю. Но эти организации, мне кажется, занимаются очень важной работой. Необходимо поддерживать их усилия. И прежде всего, разработка политики должна опираться на проводимые исследования. Спасибо, Крис. У нас есть еще один вопрос. У удаленного участника или есть вопрос из зала. Давайте, вопрос из зала. Хорошо. Я из Канадского университета, Метрополитен. Искусственный интеллект и технологии требуют вклада человека по-прежнему. Мы видим информацию в СМИ о том, о том, как отличается вклад человека в создание искусственного интеллекта в странах севера или в странах юга. Если говорить о мерах регулирования и о трудовых нормах, то каким образом можем мы это связать с разработкой искусственного интеллекта? Спасибо. Кто хотел бы ответить на этот вопрос? Джеймс. Хорошо, могу начать. Защита прав трудящихся, которые занимаются производством искусственного интеллекта, это то, чем мы занимаемся давно уже, так же, как и защита трудящихся в других секторах. Когда речь идет о создании искусственного интеллекта, необходимо обеспечить достойную оплату труда. Если есть злоупотребление, то нужно с ними бороться. То есть нам нужно постоянно проявлять бдительность. Идет ли речь о частных компаниях, идет ли речь о каких-то других группах. Нужно прислушиваться к требованиям, нужно понимать, в каких случаях не прислушались к мнению, например, тех или на групп. Нужно выявлять случаи недопустимого поведения в цепочке разработки искусственного интеллекта. Я думаю, что существующие законодательные нормы могут помогать нам в борьбе с такими злоупотреблениями. Может быть, есть какие-то пробелы, которые нужно закрыть. Нужно это обсуждать и быстро реагировать с тем, чтобы не получилось так, что какие-то злоупотребления возникают в связи с переводом тех или иных видов деятельности в те или иные страны. Есть ли у нас еще вопросы от удаленных участников? Да, есть. На самом деле это три вопроса, но я представлю их в качестве одного. Профессор из университета Кабула в Афганистане спрашивает, можем ли мы использовать генеративный искусственный интеллект в образовательном секторе в Афганистане? Почему бы нет, отвечаю я, но давайте послушаем, что скажут специалисты. Следующий вопрос касается подотчетности. Учитывая, что не полностью понятно, как работает искусственный интеллект, то учитывая наши ценности, каким образом решать проблему подотчетности? И последний вопрос. Валерия говорила об этике. В настоящий момент искусственный интеллект в создании контента опирается на контент, который был до этого произведен человеком. Допустимо ли позволять искусственному интеллекту принимать решения относительно человеку оснований и данных, которые будут произведены искусственным интеллектом? То есть узкий вопрос по искусственному интеллекту в образовании и очень широкий вопрос по этике. Действительно, у нас всего полтора минуты осталось. Давайте сначала по механизму подотчетности. Каким образом создать эффективные механизмы подотчетности? Все вопросы, которые касаются управления, по сути, так или иначе сводятся к вопросу о подотчетности. Я думаю, что скептические отношения к добровольным мерам упираются в подотчетность. Но проблема с этим следующим. Что измерять для того, чтобы применять закон? Если говорить о добровольных обязательствах, то они являются промежуточным мостиком, если хотите. С одной стороны, после подписания добровольных обязательств при их несоблюдении потенциально возникает риск подмочить репутацию компании. Это ответ на вопрос о том, что означает подотчетность с точки зрения добровольных обязательств. В том, что касается того, как подотчетность связана с непосредственными действиями, то можно говорить о конкретном применении подотчетности и измерять степень выполнения для обеспечения подотчетности. Я считаю, что это очень важный уровень оценки, поскольку это позволит снизить скепсис в отношении добровольных обязательств. Благодарю вас. У нас последний вопрос, и после этого мы закроем очередь. Пожалуйста, задайте ваш вопрос. Спасибо. Я председатель молодежной группы IGF из Непала. Сейчас много говорится, в том числе в рамках этого форума про искусственный интеллект. Но по-прежнему у нас 40% населения и вообще в регионе в Азиатско-Тихоокеанском по-прежнему не подключены к интернету. А те, кто подключен, нередко подключены через старые сети. Поэтому мой вопрос заключается в следующем. Такие страны, как наши, как Непал, сейчас борются тоже со шквалом дезинформации, которая генерируется искусственным интеллектом. Это и через ЧАД-Джипите, и через другие генеративные инструменты, вот такая ложная информация генерируется и распространяется. Так вот, каким образом развивающиеся страны, которые только заходят в цифровой век, что им делать? Вот на таких платформах, в которых участвуют многие заинтересованные стороны, такие платформы не могут служить защитой для, собственно, на международном уровне, потому что этим должны заниматься другие. Так вот, что мы можем делать на развивающихся странах? Мне кажется, этот вопрос очень сложный, и на ответ понадобится не несколько минут, а гораздо больше. Но, пожалуйста, Джеймс, может быть, вы сможете ответить с точки зрения юрисдикции, сложности, связанные с этим и мерам права применения. Пожалуй, я начну с двух проектов. Это самое начало. Так вот, недавно мы запустили проект на основе грантов проект, который называется «Демократически вводные для искусственного интеллекта». Что имеется в виду? Что создается возможность для различных сообществ, для народов или даже разных сообществ, как я уже говорил, вносить вклад в развитие искусственного интеллекта с тем, чтобы для начала они поняли, что это за процесс. То есть здесь драйером выступают собственно местные сообщества. И это является важным отправным пунктом. Далее следующая сеть редтиминга, то есть это так называемые белые хакеры, которые тестируют уязвимость систем. То есть таким образом мы поощряем тестирование систем на прочность, если определяются какие-то ошибки, как лингвистические, так и в ошибке функционирования моделей определяются уязвимости. Мы хотим об этом знать. Мы хотели бы, чтобы вы нам сказали где мы отстаем, где-то может быть мы что-то не понимаем. И эта практика, то есть выстраивание такого сообщества, которое бы нам помогало, тоже является примером вовлечения разных сторон по всем регионам. Спасибо, Джеймс. Сейчас мы переходим к следующей части этого разговора, который касается конкретно роли IGF. Мы здесь присутствующие, все занимаемся вопросами управления интернетом, и поэтому столь ценно эта дискуссия, которая уже длится на протяжении 18 лет относительно управления интернетом в разных его аспектах. Так вот, сейчас в этой части мы бы хотели поговорить о IGF, о роли форума как руководящей роли, направляющей роли для формирования вот этого общественного диалога на тему искусственного интеллекта. Расскажите, пожалуйста, о том, как ваша организация использует возможности, которые предоставляются сейчас в существующих рамках, и каким образом IGF здесь может играть роль, как определяющее направление дискуссии по искусственному интеллекту. Спасибо. Мы видим, как наши стандарты, стандарты АИИ принимаются повсеместно. Мы занимаемся стандартизацией, поэтому нам не обязательно знать, кто использует наши стандарты. Буквально неделю назад мы проводили совещание и с удивлением обнаружили, что нас знают, нас используют очень широко, и это как государственные какие-то организации, так и частные. Так вот, возвращаясь к вопросу о детях, есть проект с ЮНИСЕФ, в рамках которого мы использовали подход, особый подход для того, чтобы изменить первоначальную архитектуру системы, тем, чтобы повысить транспарентность системы. Это проект, направленный на работу с молодежью, и это подтверждает, что если есть правильная методология, и если можно подключить к работе заинтересованные стороны, учитывать интересы и чаяния сообществ, то можно в итоге выстроить совершенно иную систему. И далее, говоря о сертификации, то мы работаем, например, с Веной, с администрацией этого города, над проектом повышения степени доверия государственным услугам, предоставляемым муниципалитетом. И это не только пример работы с государственными органами, есть такие же примеры сотрудничества с частными организациями. Говоря о руководителях этих компаний, конечно же, важно заинтересовать их, потому что они вам могут задать вопрос или себе, а мне что с этого будет? Поэтому, конечно же, их в бизнес-школах обучают, как зарабатывать деньги или как минимизировать издержки. здесь важно донести до них, что для того, чтобы соответствовать ожиданиям инвесторов, важно не только делать все вышеперечислено, но также иметь возможность оценки своих действий, оценки рисков, то есть, конечно же, оценка технической части важна для нас и для технологических компаний, а, например, ведь измерять можно и влияние или воздействие на местные сообщества, и это можно сделать в привязке с оценкой, скажем, прибыльности и так далее, поэтому все эти вопросы можно обсуждать и нужно обсуждать вместе. Конечно же, многие интересуются стандартами, потому что они ожидают их введение в обязательную сферу, что их необходимо будет выполнять. Такое тоже бывает, но при этом ведь есть стандарты, которые являются добровольными. И еще раз мы здесь говорим и также о вопросах демократии и защиты прав человека. Конечно же, мы тоже должны быть частью этого процесса, но при этом есть определенные контуры, которые должны определяться посредством демократического процесса. И здесь важно иметь механизм обратной связи. Если мы говорим о глобальной системе управления, то важно, чтобы были какие-то стандартные каналы коммуникации с тем, чтобы, например, о любых происшествиях, о любых нарушениях сообщалось в каком-то формате. Например, вот здесь в Киото проводилось заседание Международной комиссии экспертов по изменению климата, к мнению которых прислушиваются. То же самое мы работали с Советом Европы, и там используют агментированную реальность, которая тоже опирается на технологию искусственного интеллекта. И здесь мы таким образом оценивали воздействие новых технологий на права человека. Большое спасибо. Очень интересные мысли. Будет интересно также услышать и от других сегодняшних докладчиков их мысли на эту тему, какие меры стимулирования можно ввести, чтобы действительно заинтересовать действующие лица. Далее, Ариса, ваш опыт в области социологии, вы как исследователь в этой области включают в себя вопросы общественного диалога между различными заинтересованными сторонами. Так вот, в вопросах управления интернетом и вопросами искусственного интеллекта, какую роль может здесь играть IGF в этой общественной дискуссии. Спасибо. Я считаю, что IGF играет важную роль. Приведу один пример. На предыдущей сессии я ее вела, я пригласила в рамках этой сессии моих друзей. Моих друзей, мои друзья в инвалидной коляске, они, к сожалению, прикованы к в инвалидной коляске, но они не смогли принять участие очно, но при этом смогли подключиться с помощью технологии и принять участие в дискуссии. И таким образом это показывает, что возвращает нас к вопросу 17-летнего мальчика. Действительно очень важно поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами, учитывать их мнение, потому что технологии, они должны служить людям, расширять их права и возможности. То есть с помощью технологий люди могут участвовать удаленно в дискуссиях, они могут выступать, они могут слушать другие выступления, но это с одной стороны. С другой стороны, здесь есть и уязвимые места, например, случается какой-то кризис или, например, вдруг пропадает свет, все эти технологии будут попросту недоступны или бесполезны. Поэтому очень важно, говоря об управлении в аспекте искусственного интеллекта, важно же, конечно же, чтобы в этом системе участвовали люди, потому что люди более гибкие, легче адаптируются, быстрее реагируют на кризисные ситуации. они более креативны и активны в таких ситуациях. Поэтому я считаю, что в рамках IGF можно говорить об управлении интернетом в аспекте искусственного интеллекта, но здесь в центре должен стоять человек, интересы человека. Это ключевое понятие, и конечно же, важно соблюдать принципы демократии, принципы прав человека, верховенства права. И еще раз хочу выразить надежду на то, что все эти интересные дискуссии в рамках данной сессии других. Надеюсь, что они продолжатся и может быть за обедом, за чашкой чая. Вот это личное общение, с помощью которого можно пообщаться с коллегами, буквально с человеком, который сидит рядом с вами. Такие возможности общения очень важны. хотелось бы, чтобы IGF и впредь был инклюзивным и чтобы обеспечил возможности такого неформального общения. Это очень ценно. Я очень рада, что столько много коллег приехали в Киото и надеюсь, что вам понравилось в нашем городе. большое спасибо. Мы сейчас говорим об инклюзивности. Это очень важно. Здесь есть много аспектов. Например, учитывание интересов уязвимых групп. Кроме этого, здесь есть и геополитический, географический аспект. И ряд я обращаюсь к вам, чего не хватает для обеспечения инклюзии, когда мы говорим об управлении искусственным интеллектом и как IGF решает эту проблему. Большое спасибо. Я начну с того, что подчеркну то, что ряд коллег не смогли приехать, потому что не смогли получить визы. Поэтому, говоря об инклюзии, нужно продумать и такие вопросы. и как образом мы можем обеспечить инклюзивный процесс, но также и те платформы, которые доступны для представителей глобального юга. Далее, форум по управлению интернетом должен продолжать взаимодействовать с критически важными заинтересованными сторонами. важны, чтобы диалоги, разговоры, которые ведутся здесь, отражали интересы уязвимых групп, особенно, когда речь идет об искусственном интеллекте. важно помнить глобальной асимметрии и не забывать об этом, потому что глобальный север и глобальный юг обладают абсолютно разными во многом, во многих параметрах контекстами и важно понимать этот контекст. И те, и другие представлены в форуме и важно обеспечивать должные процессы. И пока мы ищем решения вопросов, связанные с искусственным интеллектом, важно, чтобы никто не был забыт. И здесь мы смотрим на основополагающие права и свободы. Этот форум, который мы используем для продвижения, для защиты основополагающих прав человека. Далее мы должны особенно учитывать интересы жертв этой технологии, то есть тех людей, которые в первую очередь пострадают от введения в действие этих технологий. Это то, что я хотела подчеркнуть. Крайне важно подчеркивать эту важность. Это вопрос, я говорила о центрах власти, когда речь идет о развитии искусственного интеллекта. И здесь IGF представляет возможность для того, чтобы убрать эти барьеры и стимулировать настоящие обмены взаимодействия между заинтересованными сторонами. спасибо. Доктор Сентер, пожалуйста, поделите вашими мыслями о том, как нам справиться с этими разнообразными реальностями и процессами на национальном, региональном уровне. Например, в случае с Евросоюзом, это то, что приводила в пример Клара. Системы управления, которые предлагаются, допустим, со стороны ООН, где предлагаются создать какие-то новые органы по управлению искусственным интеллектом. Как этот вопрос видится со стороны правительства, которое ведет свою собственную работу на национальном уровне по нахождению наиболее оптимального способа управления искусственным интеллектом и соблюдения принципов инклюзивности. Как этот опыт можно распространить в рамках этого форума для того, чтобы этот вопрос управления или дискуссии по управлению интернетом были всем понятны и совместимы. Вкратце я могу ответить так. Это все важно, но вопрос это нужно делать. Вопрос в том заключается как. Говоря о доступности платформ и тому, какую роль здесь может играть IGF, если нам удастся как-то выстроить сам процесс управления, по-прежнему останется неотвеченным вопрос, почему мы так озабочены искусственным интеллектом вообще. Большинство людей в Соединенных Штатах и, возможно, в этом зале тоже считают, что для решения самых важных проблем в мире нужно задействовать наиболее мощные технологии. А как заставить разработчиков искусственного интеллекта, будь то государственные органы или частные компании, а обычно это частные компании, как заставить их посвятить время и внимание вопросам ответственного управления искусственным интеллектом и направления искусственного интеллекта на решение общественных проблем. Ответом здесь является построение сообщества с участием задержанных сторон. В Генапсамблее на мероприятии высокого уровня буквально на прошлой неделе состоялся ряд мероприятий, именно в рамках которого представители этого разностороннего сообщества, представители стран проводили дискуссии на эти темы. И здесь одну из этих сессий была посвящена таким вопросам, в том числе и вопрос искусственного интеллекта, были вынесены на повестку дня. И сейчас говорят много о целях устойчивого развития, и об этом говорится и в контексте ООН, и IGF. если вы зададите вопросы о том, что мы делаем, чтобы защитить наших детей в эпоху искусственного интеллекта, если мы зададим вопрос более конкретный, инклюзивный доступ, это меняет ход всего диалога. Вот, например, молодой человек спрашивал, может ли сообщество с привлечением многих заинтересованных сторон могут определять стратегии или меры политики, и в его голосе звучал скептицизм. А я больше оптимист в этом вопросе, потому что в демократических странах, например, как в США, у нас вся архитектура рамочных принципов по управлению интернетом была собственно выработана с участием многих заинтересованных сторон. И в целом архитектура, которая касается добровольных обязательств, тоже стала результатом таких же диалогов. И ни одно из правительств мира не может заявить, что они понимают, что такое генеративный искусственный интеллект. Для этого, конечно, нужны специалисты, технические компании, технологические компании, им нужны организации гражданского общества, организации по защите прав человека, с тем, чтобы разрабатывать такие меры политики. А правительства нужны для того, чтобы приводить в исполнение эти меры политики. И здесь могут возникнуть еще большие вопросы. И здесь важно еще раз обеспечить сотрудничество. Например, если речь идет о Хиросимском процессе, о саммите в области безопасности, необходимо продолжать диалог с повлечением множественных заинтересованных сторон. Спасибо. У меня очень похожий вопрос. Обращаюсь к представителю частного сектора, который представляет Джеймс. У вас нет неких государственных границ, границ юрисдикций при предоставлении ваших услуг. Вы предоставляете услуги по всему миру, но при этом вам необходимо учитывать вопросы управления искусственным интеллектом, предлагая продукты вашей компании. с какими сложностями вы сталкиваетесь в том, что касается управления искусственным интеллектом на разных уровнях, как на уровне отдельных стран, так и на глобальном тоже. И здесь какие идеи, которые вы можете вынести отсюда с форума полезны для вас. Ну, пожалуй, я начну с первого вызова, который приходит на ум. Это вопрос размера. То есть мы стараемся при всех обсуждениях участвовать интересы всех регионов мира. География это очень важно. Мы не можем одновременно участвовать во всех форумах, но тем не менее мы ездим по разным форумам по всему миру, слушаем мнения и с большим уважением относимся к мнениям, которые высказываются о потребностях, об ограничениях. делается для того, чтобы мы знали, что происходит. Поэтому мы ездим по разным странам, дальше мы предоставляем продукты наших исследований и затем даже техническое содействие. Это как пример. Поэтому дальше я хочу сказать, что иногда дискуссии строятся вокруг неких рисков, как оценки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рисков, если речь идет в целом об обеспечении безопасности человечества. Это действительно некий спектр. Иногда нам предлагают сделать бинарный выбор, да или нет. Допустим, решить вопросы среднесрочных рисков, при этом учитывать более долгоиграющие последствия. Мы считаем, что мы здесь не можем выбрать один приоритет и не заниматься другим. Мы должны заниматься всем. И конечно же исследователи должны высказывать, иметь возможность высказать свое мнение и те, кто вырабатывает правила, должны иметь возможность эти мнения получить, они должны их учитывать. И еще раз, участие в разных мероприятиях, участие в различных исследованиях с тем, чтобы обеспечить достаточное понимание, а также прозрачность. это не просто, но это наша зона ответственности. Поэтому мы всячески приветствуем приглашения на такие форумы и стараемся в них участвовать. Спасибо. Предоставляю возможность желающим из зала, а также онлайн задать вопросы или прокомментировать. Давайте начнем с вопроса онлайн. Мока Берри из Ирана. Может ли Конвенция ООН по искусственному теле помочь управлять такими рисками? Какую роль здесь может сыграть IGF? Я бы хотела расширить этот вопрос и задать и вам тоже его, потому что я сижу рядом с вами, мне очень повезло. Вы присутствуете здесь не только как представитель своей компании, но как представитель собственно так называемого открытого искусственного интеллекта. И как вы видите, в чем ценность, дополнительная ценность IGF по вопросу регулирования искусственного интеллекта. Спасибо за вопрос. Вот недавно прозвучал комментарий о некоторых эталонах, определениях, как должно быть, что значит хорошо в данном контексте, не только с технической точки зрения, но и с точки зрения политического. И очень важно, чтобы IGF и другие международные институты как-то гармонизировали эти дискуссии с тем, чтобы были некие эталоны, некие цели, куда или какие-то вехи, куда будет двигаться развитие. Пожалуй, я начал бы с этого. Это что касается первой части вопроса. Далее, здесь для многих технологий и направлений их развития важно, конечно же, использовать уже существующие конвенции и те правовые инструменты, которые уже существуют. Это не означает, что новых подходов не будет, потому что есть пробелы, о них сегодня много говорилось, но при этом мы не хотим изобретать велосипед каждый раз, поэтому есть же уже инструменты в области прав человека, мы можем начинать работать с ними и с тем, чтобы определить новые стандарты. Спасибо, Джеймс. Есть ли у нас вопросы из зала? Да, пожалуйста. Прошу вас, вам слово. Здравствуйте. Я из Data for Governance Lab. Спасибо за то, что вы подняли этот животрепещущий вопрос относительно того, каким образом IGF может помочь в вопросах, связанных с регулированием искусственного интеллекта. и с вопросами управления в целом. Вы знаете, мы на IGF уже не раз обсуждали вопросы управления. Мы обсуждаем уже более десяти лет вопросы защиты цифровых личных данных, цифрового управления. вопросами к консенсусу на глобальном уровне нам прийти не удалось. нам не удалось ни в Северной Америке, ни в Европе не прийти к консенсусу. Мы видим, что совершенно по-разному подходят к решению этих вопросов в США и в Европе. Поэтому, конечно же, эта тема очень интересная. Но поскольку нам не удалось создать глобальных рамок по вопросам больших данных, к глобальному консенсусу не удалось прийти. Почему вы с таким оптимизмом относитесь к будущему, думая, что нам удастся прийти к глобальному консенсусу по вопросу искусственного интеллекта? Еще у меня вопрос к Джеймсу. Да или нет? Вы представляете здесь сегодня частный сектор. Вот сейчас есть ли в вашей компании процедура отключения в чрезвычайной ситуации? Если будет чрезвычайная ситуация из-за вашей модели искусственного интеллекта, есть у вас какая-нибудь процедура чрезвычайного отключения? Давайте я отвечу вам на последний вопрос. У нас есть отчеты по безопасности, о вреде и так далее. Мы можем отключить в том или ином географическом пункте очень много уровней. Это не просто отключение, включение доступа, но я могу с вами это обсудить позже и сказать, какие именно режимы отключения вы имеете в виду. Вы знаете, я раньше в работе IGF не участвовала, поэтому я не отношусь таким пессимизмом к этому. В том, что касается управления искусственным интеллектом, мне кажется, наблюдается в большой степени консенсус. Да, вопрос состоит в том, как будет выглядеть режим правоприменения, это правда, на глобальном уровне, но мне кажется, что нет экзистенциальной угрозы, необходимо продолжать диалог. Давайте зададим все вопросы. В будущем генеративный искусственный интеллект и вот эти базовые модели искусственного интеллекта будут существовать, как определить угрозу, как определять связанный с ним ущерб. Для этого нам понадобятся внутри организации и вне их команды так называемых красных хакеров, то есть для выявления уязвимостей. В целом понятно, что нельзя полностью доверять разработчикам с точки зрения безопасности, необходимо участие каких-то третьих внешних сторон в определении рисков. По сути, необходимо, чтобы разработчики договорились о том, как отчитываться о возможностях, необходимо приоритетным образом проводить исследования с тем, чтобы не допустить рисков, с тем, чтобы не допустить ошибок. И да, когда вы говорите о том, что это одна из главных проблем перед человечеством стоящих, но я могу сказать, что мне кажется, с оптимизмом можно запотребить будущее. У нас есть еще два желающих выступить. Есть ли у нас вопросы от удаленных участников, а потом вернемся в зал и попрошу участников дискуссии отреагировать. Я сейчас взломаю систему. Вы ранее говорили о том, что нужно всех заинтересованные стороны привлечь. к этому. У нас есть руководящая группа в ООН. Говорили о том, что нам нечто похожее на МАГАТЭ нужно, но для искусственного интеллекта. Как вы считаете, идея достойна внимания или нет? Я могу следующий вопрос задать сейчас? Да, можете. Коллега и член парламента ЮАР задает следующий вопрос. Учитывая, что технологии искусственного интеллекта разработаны людьми, можем использовать искусственный интеллект тем, чтобы создать правительственное регулирование, а не рассчитывать на усилия людей для того, чтобы изыскать решение этой проблемы. То есть искусственный интеллект, который будет регулировать искусственный интеллект, в этом состоит предложение. Ну что ж, Джеймс, что вы скажете в ответ на этот вопрос? Говоря об исследованиях, о долгосрочных исследованиях, это также напрямую связано с вопросом, который был задан ранее. Необходимо, чтобы человек все-таки участвовал в этом процессе, в создании процесса тестирования, в создании так называемых групп красных хакеров для выявления уязвимостей. Далее мы говорили о синтетических данных, так называемых, об ошибках, о том, как решать проблемы таких ошибок и о том, что они по-разному выглядят в разных уголках мира и что это необходимо более подробно изучить. Вопрос в том, как создавать высококачественные наборы данных для того, чтобы у нас была возможность выполнять какие-то новые иные задачи с тем, чтобы не просто опираться на имеющийся объем данных в интернете, но для этого необходим участие человека и качество производной это приведет к появлению новых возможностей, это будет влиять на сопредельные сферы деятельности, для этого понадобится мониторинг, понадобится оценка, но кроме того, синтетические наборы данных могут частично решить проблемы, о которых мы здесь говорили. То есть мы можем создать набор информации, который, скажем, решит проблемы языка или проблема недостаточной представленности того или иного гендера или того или иного региона, и такие синтетические наборы данных можно потом использовать для того, чтобы усовершенствовать геномические исследования или усовершенствовать наше понимание борьбы с минимум климата или для того, чтобы создать образовательную систему и так далее. То есть, иначе говоря, при помощи человека, с опорой на исследование человека, при наличии тестирующих это со стороны правительства и органов стандартизации компьютер могут создать синтетические наборы данных, которые позволят разработать другой искусственный интеллект. Клара, а Вы что скажете? У нас есть рабочая группа по качеству синтетических наборов данных с тем, чтобы понять, что хорошо, что является этическими синтетическими данными. Но я согласна с тем, что это один из способов решения проблемы использования данных частных людей для проведения исследований. Но давайте вернемся к вопросу о том, почему так важно создавать структуры глобального регулирования искусственным интеллектом. Давайте вернемся к метафоре, которую я использовала вначале, говоря об электричестве. Дело в том, что существует множество разных способов использования искусственного интеллекта в разных географических пунктах. Мы прибыли в Японию и здесь другие розетки, не такие, как у нас в Европе. Это значит, что нам нужна прозрачность, чтобы мы знали, что, где. Я уже говорила о том, что нам нужен прозрачный подход в том смысле, что мы должны знать, какую информацию использовали модели искусственного интеллекта, что важно для того или иного контекста. Дело в том, что очень много частных инициатив, направленных на то, чтобы искусственный интеллект в большей степени вызывал доверие. Но это все разрозненные инициативы. Нам необходим некий общий подход с тем, чтобы определить, какими должны быть наборы данных, когда используются синтетические данные, какого качества синтетические данные должны быть и так далее. А после этого уже заниматься следующими шагами. То есть, иначе говоря, нам необходимо стандартизировать понимание воздействия искусственного интеллекта. Спасибо. вопрос Сантра. На второй вопрос вы могли бы ответить? А после этого будет еще один вопрос из зала. И попрошу всех вас, всех участников дискуссии, выступить заключительным словом. Прошу вас, вам слово. Я считаю, что МАГАТЭ неподходящая модель для решения проблемы этой технологии. К тому есть множество причин. Во-первых, разработкой искусственного интеллекта занимаются не государственные структуры, а частные структуры. Во-вторых, в том, что касается того, как просто проверить, насколько просто проводить верификацию. Искусственный интеллект таким образом разрабатывается, что верификацию привести не так легко. Мне кажется, что есть очень важный урок, который можно извлечь из разработки искусственного интеллекта. С 1945 по 1957 прошло 12 лет. То есть 12 лет ушло на создание МАГАТЭ. Если мы говорим о создании глобальной структуры регулирования искусственного интеллекта, наверное, нужно проявить терпение. Но еще я хочу сказать следующее. Нам необходимы сети ученых, которые трансграничным образом будут согласовывать стандарты оценки, оценовать риски. И я считаю, что нам необходимы будут общие международные подходы. И поэтому нам необходимо продолжать изыскивать подходящие модели международного сотрудничества, даже если модель МАГАТЭ может быть не очень подходящей для этого. Благодарю вас за вопрос, Кристина Монджинга, я из Уганды. Я выступаю от имени матерей. Я хочу поддержать вопросы 17-летнего мальчика из Бангладеша. Как можем мы повлиять на политиков? У меня есть опыт в технологической области. Я знаю, что иногда мы забываем о самом доступном, когда мы говорим о технологических вопросах. Мы забываем о том, что когда-то мы все были детьми. Мы говорили на предыдущем заседании о киберпреступности. Совершенно очевидно, что нам нужно защитить будущее поколение. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто находится на сцене. Давайте не будем спорить с тем, что все мы были детьми. Давайте вспомним, как оно быть ребенком и задумаемся о том, каким образом проектировать искусственный интеллект на основе инклюзивности с учетом интересов детей. Вот что для меня важно. Когда мы говорим о гармонизации, давайте будем делать то, что можно сделать проще всего, если хотите, и определим меньше общей знаменателем, действовать исходя из этого. Да, это скорее не вопрос о комментарии. Я сейчас хочу попросить всех участников дискуссии прокомментировать, и каждому из вас я могу дать только одну минуту. Джеймс, это мое заключительное слово, да? Вы можете ответить на предыдущий комментарий или выступить заключительным словом, как хотите. Сотрудничество между частным и государственным сектором для обеспечения безопасности этих технологических инструментов, начиная с проектирования и заканчивая отчетностью и проведением исследований для того, чтобы защитить детей и другие сообщества, понять, как используются эти технологические инструменты, и, например, что, например, такие технологические инструменты не должны использоваться, скажем, тем, кто младше 13, с тем, чтобы понять, как дети используют эти технологические инструменты, и вести исследования ответственным образом, взаимодействуя Взаимодействовать с научными кругами, взаимодействовать с гражданским обществом и информировать о случаях, ненадлежащего использования о преступлениях, связанных с искусственным интеллектом и так далее. В качестве заключительного слова скажу, что нам необходимо продолжать действовать в том же темпе. Когда мы говорим об принятых добровольных обязательствах, мы относимся к этому серьезно. Мы считаем, что есть обязательства по обеспечению безопасности в долгосрочной перспективе. И мы считаем, что мы должны все более конкретно определять, в каком направлении мы движемся, какие международные инструменты можно и следует применять к этим новым технологиям. И наращивать потенциал для того, чтобы выявлять случаи вредного использования, информировать об этом в отчетах и взаимодействовать с сообществами, которым потенциально что-то угрожает. Но я вижу также уникальные возможности, которые открывают перед нами эти технологические инструменты. Уже была проведена аналогия с электричеством. Мне кажется, что можно действительно многому научиться, потому что это изменит и финансовый сектор, и сектор здравоохранения, и сектор образования. Поэтому давайте конкретным образом задумываемся о том, как использовать эти инструменты для решения проблем человечества одновременно с попытками минимизировать долгосрочный риск. Спасибо за приглашение принести участие в дискуссии. Благодарю вас, Клара, вам слово. Спасибо. Если говорить о генеративном искусственном интеллекте, то мне кажется, что очень важно действовать быстро. И это важно с точки зрения самих организаций, с точки зрения национальных правительств и с точки зрения глобального сообщества. И на каждом уровне нам необходима обратная реакция о том, какие механизмы хорошо себя разрекомендовали, а какие нет. На уровне конкретных организаций нужно проследить за тем, чтобы обратная реакция учитывалась при следующих этапах разработки. Я согласна с вами в том, что необходимо учитывать риск, что есть дифференцированный риск, но когда речь идет о приложениях высокого риска, необходимо, чтобы независимые структуры проводили оценку. Поскольку, естественно, существует другая потребность с точки зрения сертификации и выполнения надлежащих норм. Если говорить о МАГАТЭ, то, пожалуй, я согласна с тем, что это не очень подходящая аналогия, поскольку у нас очень много пользователей искусственного интеллекта. Но мне кажется, что необходима независимая группа с участием множества заинтересованных сторон. И это то, что необходимо внедрить для этих технологий. То есть, по сути, эти технологии действуют как инфраструктура. Если этот искусственный интеллект функционирует как государственная инфраструктура, то необходимы модели управления с участием множества заинтересованных сторон. Может быть, как ЦРН, может быть, это другая аналогия. Ну хорошо, а что вы скажете нам в заключении? Большое спасибо. Ибо, исходя из этого диалога, мне кажется, очевидно следующее. Мы всего-навсего люди. И необходимо подчеркнуть, что нам нужно сохранять контроль над нашими основополагающими правами и свободами. Защищать права детей, защищать права женщин, других групп, когда они используют искусственный интеллект. Говорить об экологических правах, мне кажется, что это принципиально важный аспект. И нужно продолжать это обсуждать. Если говорить о базовых концепциях, таких, например, как просимпативная демократия и управление интернетом, необходимо подчеркивать, что необходимо, чтобы все принимали участие. Уязвимые группы, марганизованные группы, принимали участие в создании систем на инклюзивной основе для того, чтобы мы могли создать по-настоящему инклюзивный, всеобъемлющий подход участия множества заинтересованных сторон. Благодарю вас, Лариса. Благодарю вас, Лариса. В самом начале я говорила о конкретных примерах для обсуждения того, что означает прозрачность, что означает риск, как обеспечить прозрачность и так далее. Но нам необходимы также общие концепции, которые позволят нам следовать некому единому подходу, некой общей основы для сотрудничества, определения единого контекста, формулирования единой понятийного ряда для того, чтобы мы могли работать на этой основе. И мне кажется, что в рамках этой дискуссии были сформулированы очень важные концепции, принципы и задачи. Мне она показалась очень интересной, и в завершении я хочу сказать, что это лишь начало этого разговора, а отнюдь не его конец. Конечно же, полностью закончить этот разговор невозможно, но нам нужно продолжать обмениваться мнениями, продолжать это обсуждать. И нужно помнить о необходимости привлечения к этой дискуссии максимального числа участников. Спасибо. Ну а вы что мне скажете? Вы следите отлично за тем, чтобы мы не выбивались из графика. Поэтому позвольте мне процитировать тренера по баскетболу. Спеши, не торопясь. Большое спасибо. К сожалению, время наше вышло. Я должна подвести итоги, но я лишь ограничиваюсь основными тезисами. Главный тезис, как мне кажется, состоит в том, что очень важно обсуждение в формате моделей с участием множества заинтересованных сторон. Что очень важно сделать эту дискуссию максимально инклюзивной. Что необходимо привлекать и тех, кто уже находится в зале, и тех, кто находится за его пределами. И что это очень важный шаг в этой работе. Вы сказали, торопитесь не спеша, но необходимо оценить разные варианты для того, чтобы отреагировать на разные вызовы. Поэтому, когда мы говорим об управлении искусственным интеллектом, мне кажется, что это более широкая проблема, чем просто этические аспекты или добровольные обязательства. И этим-то нам так и ценен форум по управлению интернетом, поскольку он позволяет нам оценить разные аспекты проблематики, обеспечить участие на разных уровнях инклюзивности, привлечь уязвимые группы, привлечь людей, обладающих экспертными познаниями, тех, кто может отражать разные геополитические реалии. И, как только что было сказано, это отнюдь не окончание разговора, это лишь его начало. Следите за дальнейшей работой. Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней беседе.